И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог, и да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. Но морю срочно требовались корабли. И октября 9 года 1897 с Божьей помощью и при участии французских и бельгийских спонсоров и инвесторов в городе святого Николая, что в устье Южного Буга, был открыт французский судостроительный завод. Как свидетельствует адрес-календарь Николаевского градоначальника, пиршеством на весь город были открыты судостроительные, механические и литейные заводы. Город Николаев, заложенный более двух веков назад, строился для создания флота на Черном море и стал некоронованной столицей корабел. Завод «Наваль» по-французски «Морской» был по тем временам громаднейшим предприятием, хотя строился всего два года. Одних только внутризаводских железнодорожных путей было 25 верст. Имелось два паровоза и четыре паровых катучих крана грузоподъемностью по три тонны. Судостроительная верфь – кузница для тяжелых и легких паковок. Мостостроительные, чугунные и меднолитейные, сталелитейные, вагоностроительные производства было чем гордиться французскому заводу, который затем именовался Андре Марти, имени Носенко, из 60-х четырежды орденоносным черноморским судостроительным заводом. И вот уже ровно сто лет каждое утро рабочий люд 510 профессий спешит на проходную. Черноморский судостроительный завод – это крупнейшие в Европе стапели, десятки цехов, отделов, лабораторий, 300 гектаров одной только территории. Это город в городе. Здесь крупнейшая в Европе вельфь, на которой за столетия было построено более тысячи судов и кораблей. А первенцы завода – миноносцы заветный, завидный, звонкий, задорный, линейные корабли и крейсера участвовали в боевых операциях Первой мировой войны. И был год 17-й, и была революция, и гражданская война, и была разруха. А после войны требовались рабочие руки. Завод имени Андре Марти ковал себе кадры. КОНЕЦ Страна начала возрождаться. Открытие новых месторождений нефти потребовало строительство серии танкеров, таких как Красный Николаев, Майкоп, Эмбо-нефть. На заводе в 20-е и 30-е годы выпускались также железнодорожные вагоны, цистерны, мосты, турбины, дизеля, трамваи. Но главным оставалось, конечно, судостояние. А спуск с судном – это всегда праздник. Это первый шаг. Это и есть рождение корабля, вход его в родную стихию. Разворачивается строительство серии крейсеров «Червона Украины». Ледокол-гигант «Лазарь Каганович» был создан для освоения Северного морского пути. Но уже было предчувствие войны. И была война, Великое Отечественное. Четыре тысячи заводчан ушли добровольцами на фронт. 5 августа 1941 года от стенки завода ушел в море арктический ледокол. Сдаточная команда завода добровольно вошла в состав экипажа и участвовала в обороне Одессы, а затем в легендарном плавании «Вокруг света». Это плавание получило название «Огненный рейс». Завод был эвакуирован в разные города страны. И кто-то строил танки, кто-то самолеты. Остальные полегли на фронтах Отечественной. Одной Николаев лежал в руинах. Пришлось восстанавливать цехи и одновременно строить принципиально новые и по конструкции, и по технологическим процессам крейсера, подводные лодки, танкеры типа «Казбек» и «Фридрих Энгельс». Заводу принадлежит приоритет в строительстве крупнейших в мире антарктических китобойных флотилий – Советская Украина и Советская Россия. Один за одним сходятся стапели Черноморского судостроительного завода «Танкера» – контейнеровозы. Несколько серий сухогрузных судов повысили авторитет завода не только в стране, но и во многих странах мира. Были выполнены заказы для Англии, Португалии, Норвегии, Болгарии, Курейта. Быстроходные паратурбинные сухогрузы типа «Ленинский комсомол», сухогрузные типа «Капитан Кушнеренко», «Полтава», «Бежица» и многие другие стали гордостью черноморских корабелов. «Я жду от технологов решений на основе прогрессивной организации и технологии. Если хорошо поработаете, вы их найдете», – заявил директор завода Ганькевич. Научно-технический уровень военного и гражданского кораблестроения способствовал высокому международному авторитету Черноморского судостроительного завода. Наивысшего технического развития завод достиг в 80-е годы. В то время генеральным директором был Юрий Иванович Макаров. Авианосцы Москва, Ленинград, Киев, Минск, Новороссийск, Баку и самый мощный боевой корабль, тяжелый авианесущий боевой крейсер «Адмирал Кузнецов» – ярчайшая страница в биографии черноморцев. Достаточно сказать, что тяжелые авианосцы строили в мире только американцы в Нью-Корде и мы, черноморцы. Тогда же были осуществлены наиболее важные программы социального развития. Силами своего домостроительного комбината были построены тысячи квартир, детские сады, дом культуры, многочисленные базы отдыха, водная станция, физкультурно-оздоровительный комплекс и вот этот красавец-пансионат в Мисхоре. Развитая техническая база черноморского судостроительного завода позволяет строить корпуса всех типов и классов и производить практически любые изделия для народного хозяйства и судового машиностроения. Рулевые машины, якоря, цепи, валопроводы, котлы все это поставлялось заводам на многие предприятия страны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok